Привет, друзья! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Судя по просмотрам и вашим откликам, зрители канала в первую очередь интересуют рецепты из мяса, а во вторую быстрые рецепты. Я сам очень люблю мясо, но при случае совсем не проще себя побаловать овощным блюдом, если оно готовится просто, быстро и при этом очень вкусно. И сегодня я хочу вам показать овощной плов. На самом деле это вовсе не плов. Ни по принципу приготовления, ни по составу продуктов. Это блюдо так называет мой режиссер. С голодных студенческих времен, когда я изобрел это блюдо, по принципу я его слепил из того, что было. Результат оказался настолько хорош, что практически сразу ему был дан зеленый свет на нашей кухне. Впрочем, что без толку языком молоть. Поехали! Для приготовления нам понадобятся свекла, лук, морковь, рис и немного растительного масла. Мясоеды, не надо морщиться, вы же от винегрета при случае не отказываетесь. Ставлю вариться рис. Мне нужно получить рассыпчатый, поэтому заливаю его холодной водой. Из расчета на один стакан риса, два стакана воды и еще четверть стакана. Включаю слабый нагрев, немного соли и закрываю крышкой. В этом блюде доминирующая нота сладкая. Это сладость свеклы, моркови и лука. Если вы не чураетесь с китайской кухней, то наверняка не раз пробовали корнеплоды, приготовленные в оке, когда они еще слегка хрумтят, но сахара в них уже вполне кармизовались. Вот именно этого эффекта я и хочу добиться. Поэтому режу свеклу и моркови брусочками 5 на 5 миллиметров, а длиной 30-40 миллиметров. Если размеры брусочков будут больше, то до тех пор, пока они обжарятся, рис успеет не только свариться, но и остыть. А если размеры будут меньше, то не совсем размягнут. Впрочем, выбирайте размер нарезки на свой вкус. Только лук не нужно кольцами или полукольцами резать или соломкой. Почему? Смотрите вот в этом ролике. Я порежу кубиками. Теперь все овощи надо обжарить на растительном масле. И вот тут открывается простор для творчества. Я остановлюсь только на этом комплекте. Луковые сахара, сахара моркови и свеклы начнут кармелизоваться. И на мой вкус этого более чем достаточно. Но вы можете поэкспериментировать. Добавить соевый соус, или яблочный уксус, или рисовый уксус. Он сам по себе сладкий. Или добавить еще сахара. В общем, экспериментируйте, но на свой страх и риск. Так, что тут у нас? Рис готов, овощи тоже. Смотрите, какая красота. Овощи окрасили рис в яркие цвета. В мою бытность студентам в общаге за это блюдо меня стали обзывать гурманом. Ведь обычно мы ели непростецкую жареную картошку или яичницу. Сервировать красиво у меня все равно не получится. Так что не бесуйте по-домашнему. Пробую. Великолепно. Рис хорош тем, что впитывает все ароматы. А вот эти вот слегка хромтящие овощи дают очень интересную текстуру блюну. Вегетарианцы, готовьте. Не вегетарианцы. Тоже берите на вооружение. Очень хорошо. Какая палитра. Попробуйте. Я уверен, вам очень понравится. Вот и все на сегодня. Надеюсь, мне удалось порадовать вегетарианцев и сторонников раздельного питания. Да и мясоеды, я уверен, рискнут попробовать. Спасибо за компанию. Если понравилось, традиционно ставим лайки. Подписываемся, если кто-то этого еще не сделал. Новые зрители, загляните сюда. В этом ролике я рассказываю, где еще можно найти рецепты кулинарной пропаганды. И давайте-ка делать репосты. Пусть настанет больше. Всем счастливо. Пусть настанет больше. Пусть настанет больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...